Всем привет! Привет, привет, мои дорогие зрители и подписчики канала Деревенский дневник очень многодетной мамы. Не знаю почему, но уборка вот этого сарая мне дается всегда тяжелее всего, тяжелее всех работ, которые есть на ферме. И я не могу себе это объяснить никак, кроме того, что тут сделано стоило так, как мне это неудобно. Животные на нем спят, на этом стоили, на нем уже какают, то есть он длинный и пачкаются, мочатся. Приходится очень много насыпать опилок, благо мы сейчас запаслись опилками. Последнее время это была целая проблема для меня, раздобыть опилки. Из-за морозов у нас пилорамы многие позакрывались и вот ждали оттепели. Мы тоже дождались этой оттепели, наконец-то раздобыли пилораму, которая не останавливаясь пилила и пилила доски. Лес, соответственно, опилки тоже были. Вот вчера набрали около 90 мешков, привезли и слава богу, теперь у нас животные будут в сухости и комфорте. Просто настоящая реклама каких-то подгузников для коров. Хочу вам показать нашего красавца-козла. Вот, зовут его Ротай, он из дружественного хозяйства, настоящая жизнь. Вот, Ротаюшка прижился у нас замечательно, скоро мы от него ждем пополнения. Ну, а еще, как вы знаете, в этом сарае у меня проживает мой бык. Привет, бык! Вот, две телочки молоденькие, его дочки, два взрослых поросенка, не знаю, кто это, девочки, мальчики, это не важно, они на мясо растут, и маленькие поросята. Давайте я вам покажу, как они подросли за недельку. Кормлю я их специализированным кормом пурина, маленькие гранулы, и наливаю, конечно же, молочко. Итак, мы идем к самым маленьким поросяткам, вот они, мне кажется, они очень даже подросли, ну, конечно, не в два раза, но прям так существенно округлились, вот, у них так и горит лампа, точнее, две даже я здесь им сделала, две лампочки. Всем привет, 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 хрюндели, вот, их 11 штук, где-то пополам здесь девочек и мальчиков, очень классный завод. Вот, крупно-белая с дюрком, вот, видите, они немножко разного размера, от разных мамок, чуть-чуть разный возраст, но такие вот дружные ребята, хорошо кушающие, здесь у них кормушка с комбикормом стоит, и водичка простая. Я поила их молоком вдоволь, стали поносить, вот сейчас немножечко ограничила молоко с сывороткой. Мне всегда хочется молочных отходов давать много своим поросяткам, вообще, когда есть коровы в хозяйстве, очень здорово, что можно все сыворотки, обраты, все-все-все, что... После переработки молока остается выливать поросятам, а не просто выливать куда-то, да, там, вот, и вот как мне держать поросят, когда есть коровы, да, я сейчас после того, как почищу навоз, пойду варить сыр, и вот эта вся сыворотка, литров 80, пойдет нашим поросяткам. Будет расти прекрасное, вкусное, нежное мясо. Но нравится мне не нравится, нравится мне не нравится убираться в этом сарае, а убираться все равно везде приходится, вот, тем более, что от большого быка много какашек, это вам не телочки, которые чуть-чуть какают, чуть-чуть писают, вот. Вот, и здесь, да, здесь стойло не так сделано, как в большом сарае, вот, поэтому, собственно, и не так удобно убираться. И животные, получается, могут быть мокрыми, вот, они у меня сейчас сухие только благодаря тому, что очень большой слой опилок сыпется. Ну что ж, начну убираться, а вы меня, пожалуйста, поддержите своими лайками, напишите комментарии, обязательно не забудьте подчеркнуть, какая я красивая хожу на коровник, в чистой, фактически новой одежде, обуви. Это тоже мне очень приятно всегда читать. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Многие меня спрашивают, почему у меня такие чистые животные. Что пишут в комментариях, нигде никогда не видели настолько чистых животных в хозяйстве, вот. Я немного удивляюсь этому, потому что, ну, вот взять такую вот щетку в руки и буквально на одно животное потратить, не знаю, пару-тройку минут в день, причем, да, просто прочесать его везде, чтобы он и полинял, и получил удовольствие, и от какашек, от грязи избавился, это несложно. У меня таких щеток очень много, причем и в том сарае, и в этом сарае, и чешу я всех абсолютно, и быка, и телок. Я не люблю грязных, замызганных животных, и ведь самое интересное, что грязнули-то не животные. Я раньше так считала, что коровы самые грязные животные, потому что ложатся всегда в свой навоз погреться. Но, как оказалось, животные на воле никогда не лягут, ну, скажем так, в какашки, да, они ложатся в какашки только в сарае, и только потому, что здесь мало места, и они на привязи, у них нет выбора. Значит, это моя зона ответственности сделать так, чтобы животному было комфортно, и лежать, например, где-нибудь в чистом месте, и, соответственно, он хочет, чтобы его продолжало чесать, и не пачкаться, да. В общем, животные на воле не пачкаются, а в сарае всегда грязные, если за ними хозяева не ухаживают. А я за своими животными всегда ухаживаю. Кстати говоря, вот такой уход, да, то есть просто по 2-3 минуты в день проходить со щеточкой по корове, по телочке, приучает животных, приучает животных быть в контакте с человеком, потому что потом эту коровку раздаивать, вот. Ну вот, например, вот, замаралась чуть-чуть здесь, прям буквально, да, я прошлась, и все, у меня... Прекрыти меня есть, а. Замаралась чуть-чуть, да, потому что легла все равно где-то мокрая, где-то нашла там какашечки какие-то. Вот, чуть-чуть я прям прошлась буквально немножечко. Все, и оно уже, понимаете, оно уже не остается на корове, на телочке в данном случае. Она остается чистенькой. Вот такой у нас там вымечка. Сейчас покажу. Сейчас, подожди, 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 дай вымечку покажу. Да, что ж такое? Не хочет пока показывать вымечку. Посмотрите, сколько складочек. Складочки вот эти многочисленные говорят о том, что вымя будет большим, хорошим, объемным. Да, потому что эта девочка, эта дочка Агаты, которая давала мне в прошлом году 38 литров. Умничка. Это дочка безрога, коровы Джесси. Зовут ее Ладушка. Джесси тоже прекрасная корова. Телка поэтому осталась в нашем хозяйстве. Я вообще бы всех телок от своих коров оставляла бы, если бы было больше места, силы, времени. Ну вот, остались девочки. Будут расти на коровах замечательных. А там посмотрим, что будет. Так, ну все, у меня чистота, порядок в сарае. Сейчас пойдем в другой. Хочу выпустить коров на улицу. Сегодня очень-очень тепло. Мне даже жарко, хоть я одела безрукавку, но мне очень жарко. Вот, люблю, когда проходы прочищены. Когда все накормлены, напоены. И сейчас еще пойдем зайдем к курам, потому что у кур там наверняка очень-очень влажно, как обычно. Да. У курочек влажно. Вот, курочки. У курочки зимой у нас фактически не гуляют. Да. Потому что бережем мы их от сквозняка. Вот. Так. Что у нас тут? Как избавиться от влаги в этом сарае, я честно не знаю. Пробовала всякие разные методы. В том числе осушители пробовала применять. Но очень большая влажность. Потому что помет у кур очень тоже влажный. Скажем так, сырой. Вот. Поэтому приходится просто рассыпать опилки. Поступаем тем же самым способом, что и у других животных. Летом, конечно, когда будет солнышко, травка, курочки распушатся, будут очень красивые. Сейчас они такие все немножко замызганные здесь в сарае. Вот. Ну, собственно, несутся хорошо. Наверное, это все-таки самый главный показатель. Что даже при повышенной влажности, да, они не испытывают такого прямо дискомфорта, чтобы не нести яйца, да, там перекратить свою яйценоскость. Открою у них дверь на улицу. Пока что пускай подышат. А уже ближе к обеду закрою, чтобы температура в сарае все-таки не была настолько низкой, чтобы им не стало холодно. Субтитры сделал DimaTorzok Моя няшная корова чуть не опрокинула мне фотоаппарат. Ой, это всегда экстрим. На самом деле, ходить на хозяйство с фотоаппаратом очень сложно, потому что эта тренога в любой момент может улететь из-за ветра, из-за неровной поверхности, из-за того, что какое-нибудь животное решило вдруг на него докоснуться. Козы, 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 козы. Гулять будем, нет? А, пошли. Пошли, 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 пошли. А, ну, пошли. Гулять, 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 гулять. Ходим, ходим, ходим. Что вы тут? А ну, пошли, а ну, пошли. Давай, пошли, говорю. Пошли, говорю. Давай, давай. Вот так вот. И чуть-чуть коз тоже выгулим. Полежат тут, понимаешь. Читаю порой комментарии. Народ просит показывать коз. Но, как видите, это не так легко. Потому что они в сарае обычно сидят. Им лень выходить на улицу, даже вот такую теплую погоду. У них там все есть, вода, еда. Вот. Типа, зачем суетиться? Им уже совсем скоро рожать. У всех уже такие вымечки хорошие наливаются. Вот, в нескольких коз так в особенности. Вот. И я в этом году буду очень критично подходить, скажем так, к выбору, какая коза останется в хозяйстве. Мне, конечно, всех их очень жалко. Очень любимые козы, купленные в разных хозяйствах классных. Но, тем не менее, мои ресурсы не безграничны. И продажа коз, как оказалось, тоже неэффективна. Хотя я продаю совершенно недорого коз. У меня есть и за 10 тысяч коза, и за 15, и за 20. Вот, в зависимости от удоя, в зависимости от возраста. Но, тем не менее, я в этом году буду абсолютно точно сокращать поголовье коз. Вот. Как я это буду делать, я думаю, что многие могут догадаться. И ничего не поделаешь. Хорошие, замечательные. Но это скотинка, которая служит человеку. Да? А не человек скотине. Ну, вот как-то так. Пойдемте почистим у них кормушки. А потом я их все-таки запущу обратно. А то они вон выперлись все и недовольные. Козы порой хуже поросят. Залезут в кормушку, где кушают комбикорм. Написывают там, накакают. А все говорят свиньи, грязные животные. Отнюдь. Вон корды тоже тут хигачат. Какашки, пиписьки. А попадают сюда еще и опилки с их ног. И такой вон слой уже набрал все. Будь здоров. Конечно, надо бы чистить эти кормушки каждый день. В идеале. Вот. Но мне иногда не хватает на это время. А сегодня выходной. Поэтому Оля и занялась. Генеральной уборкой. Заходим, пузатики. Заходим. В чистое, сухое жилище с чистыми кормушками. С чистой совестью. Заходим, заходим, заходим. Заходим. Вот такие вот козочки. Пузатенькие все. Пузатенькие такие. Красивые. Так что, так что, мои дорогие зрители, кто еще думает, покупать ему козу или не покупать, покупайте, приезжайте. Как говорится, отдам недорого. Все как на подбор. Хорошенькие. Вот видите, что делает. Раз, кормушку заскочила и все. Даю своим козочкам тоже добавку. Минерально-витаминную. Концентрированную. Вкусно пахнет. Энермикс. Энерго-электролитный топиток для коров после отела. На самом деле, козам тоже его очень хорошо давать. Потому что это очень-очень полезная штука. У меня очень много полезного для животных. Чика-чика-чика-чика-чика-чика. Кто первый? Кто успел? Кто успел? Давай сейчас всем дадим напиться. Смотрите, как они налетели. Как им нравится, да? Чувствуют, что полезная штука. Ой, ну все-все. Прям даже не хватает места-то. Так вот, кормишь, поешь животных. Делаешь им всякие профилактические прививки. Витамины колешь, глистогонишь, ухаживаешь за ними. Берешь анализ крови, анализ молока делаешь. То есть, в постоянном уходе и заботе о продукции, которую получаешь от этих животных. О самих животных. Любишь их, вкладываешься в них. Да, это, конечно, труд, хоть и тяжелый, но очень-очень интересный и очень приятный для меня. Никогда бы ни за что бы не променяла свою профессию фермера. Люблю. Всем сердцем люблю, чем занимаюсь. С самого-самого детства мечтала вообще стать ветврачом. Стала по итогу многодетной мамы. И поэтому не смогла учиться очно. Но на заочном я немножко поучилась. В ЕГСХ, это Ярославская сельхозакадемия. Правда, это было совсем не то, что я хотела, потому что заниматься там рационными расчетами, рационов, там, ну, всякими технологиями, связанные с зоотехнией, мне было не так интересно, как, например, вот непосредственный контакт с животными, лечение, оказание им, уход за ними, оказание им какой-то помощи, да, когда там они нуждаются в этом. Все, напились все. Монка. Все, с живностью почти что закончила. Осталось нам еще мое самое нелюбимое. Еще одно самое нелюбимое, но тоже очень необходимое. Дробить зерно. Я думаю, несложно догадаться, почему я не люблю это делать. Это очень тяжело. Тяжело из-за мешков по 30-40 килограмм, из-за пыли, из-за шума. Вот, но в основном из-за того, что это тяжело. Коровки у меня едят, коровки у меня едят гранулированный корм, готовый, косточки тоже. А вот птица, поросята едят только дробленку. И вот сейчас я вижу, что у меня все четыре, все четыре бочки пустые, поэтому нужно дробить. И обычно мне хватает трех бочек в неделю, поэтому дробить приходится каждую неделю. И обычно это, естественно, в выходные дни нужно делать. Так, чтобы не слеживался корм, его надо высыпать до конца, поэтому берем бочечку и вот так вот насыпаем. Поросята, поросята, поросята. Пекут, пекут. Сейчас, сейчас всем дам. У вас сегодня еще сыворотка на обед. Вот, казалось бы, да, зима, на свежем воздухе тут, мороз, не мороз. Хорошо корми. И все растут. Все растут. Все растут, когда хорошо кормишь. А я не экономлю на корме. У меня зерно, ячмень, кукуруза, пшеница круглый год. И всегда я им даю такую смесь. Если получается еще туда добавить горошек, жмых, шроты, вообще замечательно. Но это уже подороже будет. Вот он весь ассортимент зерна, которым я кормлю наших животных. Ячмень, кукуруза, пшеница. Ячменя больше. Я себе сразу готовлю мешки. У меня на два мешка ячменя. по одному мешку кукурузы с пшеницей. Вот такая пропорция получается зерновых. И сейчас я буду это дробить. Дробилка у меня очень классная. Делаю ее один из, скажем так, кулибинных современных. Я ее давно покупала. Очень довольна. Видите, у меня здесь даже вод по 380. Когда у меня еще не было такого электричества, я брала на 220. Но в будущем я надеялась, что куплю такую же дробилку. Эта же фирма на 380. Она должна быть, по идее, мощнее. Четыре. Боже мой, что с моей головой бочки. Я не буду дробить, я буду дробить всего лишь две, чтобы мне хватило как раз таки на неделю. Все потому что я не хочу, чтобы зерно молотое слеживалось. Оно все равно неизбежно набирает влагу и немножечко слеживаться начинает. Поэтому пока поросяты едят в неделю две бочки, нет необходимости дробить еще. А вот когда поросята младшие подрастут и тоже будут кушать зерно вместо комбикорма, вот тогда, да, дробить придется больше, чаще. Вот. А так в целом все даже очень удобно. Сейчас я вам покажу, как это происходит. Ой. Поехали! Надробила. Надробила. Вкусняшек. Ох, прям тепленькая. Ох, тепленькая. Вот так вот. Вот такие у нас тут дела хозяйственные. У меня такое ощущение, что я снимаю ролик, как, знаете, не как будто это обычный день мой, а на хозяйстве. Я хочу просто показать его своим зрителям. ролик оправдания. Потому что у меня постоянно в комментариях звучит такая вот нехорошая хрень. Оля, иди работать, оля, иди работать, оля, иди работать. А я все никак не могу доказать людям, что я работаю. Я работаю со скотиной, с переработкой молока, блогером, в конце концов, снимаю ролики. А люди видят и не видят. В чем прикол. Ну что ж, записывать ролик в такой шумной обстановке очень неудобно. И разговаривать тоже не очень удобно. Я надеюсь, все равно вам понравился этот ролик. Несмотря на то, что труд тяжелый, и вам жалко Олю. А может быть, вы не верите до сих пор Оле? Не верите, что это она работает на своем хозяйстве, а не дядя Вася? Хотя, если честно, жалко, что дядя Вася не работает на моем хозяйстве. Я была бы счастлива. Ну так вот. Всем доброго здравия. А мне еще додробить, да с детьми на горку идти. Всех люблю, целую. До новых встреч. Настеныш, где твои варежки? Пойдем оденем. Я сейчас там не запарюсь. Вы уже на горку собираетесь? Да. Ну хорошо. Только здесь Варя спит? Так что тихо. А варежки обязательно идти. Варежки обязательно идти. Спасибо. Спасибо.